Здравствуйте! На ваших экранах программа «Колейдоскоп» и я, ее ведущая, Ирина Ковалева. Сегодня, как обычно, мы постараемся доказать вам, что жизнь в нашем городе гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. О самых ярких событиях и самых интересных людях Рязани вы узнаете в ближайшие 15 минут. Все чаще мы стали обращаться к нашим истокам, вспоминать древние традиции, обычаи, историю родного края. Именно поэтому в последнее время особую популярность приобрели фестивали и праздники исторической направленности, такие как Битва на Вожи, фестиваль средневековых кузнецов. И теперь список этих мероприятий пополнился еще одним историко-патриотическим праздником – Старая Рязань. Древние холмы, просторы, от которых захватывает дух и невероятная атмосфера, способные перенести в прошлое. Все это – Старая Рязань, первая столица Рязанского княжества, которая в 1237 году была стерта с лица земли ханом Батыем. Идея организовать здесь исторический праздник уже давно витала в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Его сотрудники хотели рассказать и рязанцам, и жителям области, и гостям из других городов об этом древнерусском городе, который погиб, но не сдался. И вот в этом году прошел первый историко-патриотический праздник «Старая Рязань». А так как 2015 год объявлен годом литературы, то посвятить его решили повести о разорении Рязани Батыем. Здесь гости праздника могли увидеть своеобразную реконструкцию текста повести, созданную сотрудниками музея, побывать в гостях у летописца, узнать о материалах, на которых писали наши предки, и даже своими руками сделать небольшую книжку. Сначала тебе дают листочек с буквой, ее раскрашиваешь, а дальше пером подписываешь. А что пишешь? Руку приложила Ромашина Александра Павловна. Работала на празднике и фотоателье, где все желающие могли сфотографироваться в доспехах и исторических костюмах. Особой популярностью у ребят пользовалась интерактивная площадка «Воспитание воина». Воспитание воина на Руси уделялось большое значение, потому что воины были не только сильно выносивы, но они еще были сильны духом прежде всего. Поэтому мы отдаем дань нашим предкам именно вот на этом месте, где сражались не только с неприятелем воины, но и все граждане, которые жили на этой территории. Здесь же гости праздника могли узнать, как примерно выглядела жительница старой Рязани и познакомиться с древними артефактами, которые были найдены в ходе работы археологической экспедиции на территории древнего городища. Мы постарались подобрать вещи, которые охватили бы бытовой уровень жизни рязанцев со всех сторон. Здесь есть такие простые вещи, как гребешки, пуговицы, украшения и дешевые, стеклянные браслеты, стеклянные перстни и дорогие украшения, серебряные подвески, серебряные колодочки, которые составляли цепочки и на них носились замечательные наши украшения колты и инструменты, которыми делали эти вещи. Кульминацией праздника стал спектакль «Тризна», поставленный Скопинским молодежным театром «Предел» по повести о разорении Рязани-Баты. Работа над постановкой шла на протяжении всего лета. Режиссер и актеры даже приезжали на городище, чтобы прочувствовать скорбную атмосферу этого места и настроиться на сложную работу. Есть текст, и мы договорились о том, что главный герой спектакля – это летопись, текст. Но возникает противоречие, потому что это спектакль, и он должен быть визуально красив, в нем должно происходить какое-то действие, необходима динамика. И мы постарались в этом зрелище сейчас соединить видео, танец, текст. И все это ни в коем случае не должно напоминать реконструкцию. Всего в спектакль участие приняло 16 человек. Среди них не только актеры молодежного театра «Предел», но и лучшие его выпускники, которые сегодня работают в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них и актер театра имени Ленсовета, номинант премии «Золотая маска» Илья Дель. В моей актерской судьбе было очень много уличного театра и таких вот площадных спектаклей. И когда папа мне предложил, я, естественно, сразу загорелся, потому что это мой любимый жанр. Вот. И за время моего творчества накопился некоторый багаж и некоторый опыт, например, вот, визуальный, который я могу использовать. Вот. Поэтому мы вместе в соавторстве придумали эту историю. Ну и потом, поскольку наша жизнь проходит здесь, в городе Рязани, который мы очень сильно любим, история для нас связана просто с нашей кровью. Необычная постановка, декорацией которой стало место описываемых в повести событий, затронула душу каждого. На празднике Старой Рязани этот спектакль игрался в первый и, скорее всего, в последний раз. Вот такая своеобразная дань памяти, которую режиссер и актеры, а вместе с ними и все зрители, отдали этой земле. Совсем недавно в нашей программе мы рассказывали о трогательном зоопарке. Общение с животными доставило нам массу положительных эмоций, так что мы решили съездить к ним в гости еще раз, а заодно узнать о последних новостях из мира животных. Пожалуй, самой главной новостью трогательного зоопарка стало пополнение их большого и дружного семейства. Любимица постоянных посетителей Хрюшка Маруся, несмотря на свой юный возраст, а ей еще нет и года, уже давно готовилась стать мамой. И вот, наконец, на свет появились 8 очаровательных поросят. Они уже без страха отходят от своей мамы и с удовольствием общаются с посетителями. Они уже контактные, их можно погладить, потрогать, покормить и, прежде всего, полюбоваться. Я думаю, что не каждый видит, в принципе, такого маленького животного. Пополнилось семейство и свинок скини. Об этих милых лысых свинках, похожих на маленьких бегемотиков, мы уже рассказывали в прошлый раз. Но об одной их особенности узнали только сейчас. Оказывается, свинки скини не имеют возможности выкармливать своих детенышей. Сейчас он живет у приемной мамы, у обычной морской свинки, которая его кормит. Вот такой у нас уже толстячок. Скоро пойдет к своим настоящим родителям. Не выкармливают они их за счет того, что в результате селекции у них абсолютно не вырабатывается молоко. Помимо новых членов дружной семьи трогательного зоопарка, больших и маленьких посетителей ждут все те, о ком мы уже рассказывали. Кролики, цыплята, невероятно общительные козлята, любопытные страусы, ослица-мышка и необычные представители семейства пернатых – амадины. А необычность их в том, что они являются единственными живыми существами, которые могут планировать пол своего потомства. В зависимости от того, сколько в настоящее время в стае особей можно положить отского пола, они выводят птенцов, либо мальчиков, либо девочек. Еще интересной особенностью является то, что, несмотря на свой ярко-красный клюх, они панически боятся красного цвета и всячески его избегают. То есть, если зайдет человек в ярко-красной кофточке, они будут разлетаться и прятаться. Также никогда не полетят в домик, окрашенный в красный цвет. Поэтому для них скворечники, домики мы подбираем отдельно. В скором времени трогательный зоопарк планирует расширяться, а это значит, что рязанцы смогут познакомиться и с новыми представителями животного мира. Среди них, как нам рассказали по секрету, будет пятнистый олененок и белки-летяги. Но это в будущем. А в настоящем все желающие могут принять участие во всероссийском конкурсе на символ трогательного зоопарка. На данный момент у нас уже появилось достаточно много друзей, постоянных посетителей. И думаю, что нет ни одного человека, который хотя бы не слышал о трогательном зоопарке. Нам очень важно мнение наших посетителей, наших друзей. Поэтому мы интересуемся, вот с кем же все-таки ассоциируется наш зоопарк. О каком животном вы думаете, когда слышите? Трогательный зоопарк, да? О ком думаете, когда приходите к нам? Мы не ставим абсолютно никаких границ. В конкурсе могут участвовать все от нуля до 99 и больше лет. Нам не важны ваши профессиональные качества. Профессионально вы художник или делаете первые шаги? Главное – это любовь к животным и к нашему зоопарку. Принимаем абсолютно любые рисунки. Важна сама идея, сама оригинальность мысли. Рисунки можно приносить в зоопарк, выкладывать их в соцсетях или отправлять по электронной почте. Итоги конкурса будут подведены 25 декабря, в день рождения трогательного зоопарка. Победитель получит в подарок планшет и годовой абонемент. За второе и третье места участников также ждут ценные призы. Трогательный зоопарк дарит положительные эмоции не только своим посетителям, но и всем рязанцам. С 14 сентября в городе вы увидите новый необычный троллейбус, который сможет перенести вас в удивительный мир животных. Прежде всего, это, конечно, реклама нашего зоопарка, но так, со своей целью, мы ставили сделать именно красивый троллейбус, чтобы он бросался в глаза, чтобы выделялся из серой массы и радовал горожан, в принципе, своим видом. Он будет достаточно яркий и очень необычный. Это будет троллейбус, обитый питоном. Очень красивый, большой змеёй. И могу сказать абсолютно точно, что таких троллейбусов не было не только у нас в городе, но и в целом во всей стране. На этом троллейбусе вы сможете доехать до торгово-развлекательного центра «Малина», на третьем этаже которого семь дней в неделю. Вас ждут очаровательные животные и птицы, которых можно и нужно трогать, гладить и кормить. При желании у себя дома вы тоже можете организовать мини-зоопарк, но только из текстильных игрушек. Слоники, зайчики, лошадки, сделанные руками рязанской мастерицы, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Детям интересно играть в куклы, а вот некоторым взрослым гораздо интереснее их делать. Так, например, Алла Харченко всё своё свободное время отдаёт созданию текстильных игрушек. Оригинальные зайчики, лошадки, слоники. А начиналось всё, как водится в детстве. Сначала Алла шила куклам одежду, частенько используя для этого пододеяльники. В школе пробовала шить игрушки. Ну а серьёзное увлечение началось два года назад. В интернете девушке понравилась кукла известного мастера, и она решила попробовать сделать её копию. Вот это вот была моя любимая оранжевая юбка, которую я уже некоторое время не носила. И я решила, что пора ей поменять своё направление. Разрезала её, нашла какие-то вот обрезки тесьмы у себя в закромах. На чердаке нашла какой-то пух. То есть всё это было так собрано в одну кучку. Набитая она тоже не синтепухом и камфорелью, как я сейчас делаю, а какими-то старыми материалами, поролоном. Да, рот нарисован гелевой ручкой. То есть такая она очень кустарная. Друзьям и родственникам творение рук Аллы понравилось. А девушка решила продолжить начатое. И сегодня она создаёт текстильные куклы и игрушки, которые интересуют не только малышей, но и вполне взрослых, состоявшихся людей. Очень много людей, которые берут мои игрушки, уже взрослые люди. Они берут их для интерьера, для себя, для души, для того, чтобы они создавали уют, тепло. Детям, конечно, тоже берут. Но в основном думают, что если это ручная работа, то жалко ребёнку. Такая позиция, конечно, изначально неверна. Ведь игрушка, сшитая вручную, из качественных материалов, абсолютно безопасна для малыша. Кроме того, автор вкладывает в свою работу частичку души. Так, например, Алла тщательно и долго выбирает ткань, набивает свои изделия синтепухом или камфорелью, украшает игрушки различными деталями. Это могут быть засушенные букетики пылевых цветов, шишки или же обычная, но грамотно подобранная фурнитура. Я покупаю фурнитуру на зайчике, тут птичка в клеточке, то есть, чтобы человек мог не только по игрушке, ну, то есть, он захотел вот зайца себе, а увидел, что у зайца ещё есть что-то такая маленькая деталь, которая близка этому человеку, он понял, что это его. Сегодня ручная работа, будь то украшения, мыла или игрушки, приобретает всё большую популярность. Во-первых, это качественная работа, сделанная с душой, а во-вторых, это прекрасный и оригинальный подарок. Но Алла Харченко занимается этим не ради выгоды, просто процесс создания игрушек доставляет ей огромное удовольствие. Я получаю от этого столько энергии и столько тепла от самого создания, от того, как что-то, ну, просто кусок материи, там, синтепуха, иголки, нитки, и всё это смешивается, и получается что-то живое. Кроме того, это прекрасная терапия и отдых от основной работы. Так что, если по вечерам вы не знаете, чем себя занять, подумайте, может быть, вам тоже стоит попробовать себя в каком-нибудь оригинальном или не очень виде творчества. Ну что ж, это всё, что мы хотели вам сегодня рассказать. Ну а если у вас есть интересные истории или темы для сюжетов, звоните нам в редакцию по телефонам, указанным на экране, или пишите мне на электронную почту. Давайте делать программу вместе. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»